Руководство регионального отделения партии «Справедливая Россия» встретилось с новгородскими журналистами. Это стало частью большой партийной всероссийской пресс-конференции. Подводя итоги прошлого года, СССР вспомнили прежде всего выборы в Государственную и Областную Думу, отметив довольно низкие результаты партии. При этом председатель регионального отделения рассказал об активной работе с населением региона, ветеранами, пенсионерами, инвалидами, молодежью, а также об участии «Справедливой России» в общегородских мероприятиях. Такая связь осуществляется в том числе и благодаря Центру защиты прав граждан в Великом Новгороде. В городе Великий Новгород Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия» действует с 20 июня 2016 года. За этот период было принято порядка 1153 обращений. Чаще всего граждане обращаются с жалобами на жилищно-коммунальное хозяйство. 80% всех обращений. Среди планов новгородских эсеров на 2017 год главной задачей является участие в выборах губернатора Новгородской области, которые пройдут в сентябре. Кто представит «Справедливую Россию» пока остаётся интригой. У нас на сегодняшний день проходят обсуждения, и оно закончилось уже в первичных организациях, местных организациях, заканчивается на областном уровне, направлены на согласование в президиум партии. Это четыре кандидатуры. Афанасев Алексей Владимирович, Караулов Михаил Олегович, Кашицын Александр Павлович, Ипанов Михаил Александрович. С кандидатурой от партии на пост главы Новгородской области «Справедливая Россия» определится на ближайшей конференции регионального отделения. Редактор субтитров А.Семкин